Михалыч, я снимаю очередной фильм. Ты вчера с этого дерева снимал плоды, правильно? Вот. Ты скажи, понравились? Очень. Они хороши тем, что из них можно и компоты делать, можно и варенье, и повидное. Смотри сюда. Ты говорил, что тебе еще надо кого-то угостить. Дело в том, что у нас серьезное дело, и совершенно нет времени. Ты можешь до конца добрать вот это все? Легко. И свободен, так? А мы пойдем по другим делам. А что от меня требуется? Чтобы ты вот это все собрал. Если там где-то что-то доберу, где могу немножко еще набрать? Постарайся еще вот это ободрать. А, вот это несъедобная, вот это. Вот это вот несъедобная. Это другой сортифольный. Эти тоже несъедобные. Эти? Да, или нет. А, что распробуешь? Вот. Дело в том, что у меня тут есть пара несъедобных сортов. По-моему, несъедобные. Это поздние. Ну-ка, попробуй. Нет, я сразу их чувствую. Так, 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 так. Ладно, делаем так. Соберешь отсюда съедобные, догоняй нас. Найдешь нас там. Там найдешь, ладно? Так, пошли, время идет и вас жалко. Вы с дороги. Михалыч, а, Михалыч, я вспомнил. Иди-ка сюда. Дело в том, что раз у тебя длинная палка специальная, вот это вот это, вот это красное. Нет, эти трогать нельзя. Они, во-первых, твердые. Это зимний сорт. А вот эти вот, нарядные Ефимова, вот, в твоем распоряжении. Ладно? Спасибо. А мы пошли. Ну, земляки же. Так, вот это вот, значит, интересно, пришла Воронежская десертная. Когда она выросла, я смотрю, да это память Яковлева. Вот. Погулял маленько по стране. Да, погулял по стране, вот. Память Яковлева, вот они, ее эти самые, обратите внимание, у нее почки вот так отходят. Отходят. И ее невозможно ни с одним сортом спутать. По вот этой почке. Ага. А мы сейчас пойдем там постарше, если на два дня дерево, там я вас буду угощать. Ага. А это как витрина, знаете, приходят люди, вот разъюнули. Вот хотелось бы тоже сделать витрину. Чтобы люди понимали, что мы в Сибири можем такое сделать. Сделайте. Так, и я еще... Мы прошли... А? А это сварок. Это... Я использую молодые деревья, очень сладкие. Сейчас мы найдем упавшие. Вот. Вот. Вот, вон, вон, поднимите. А он позже пойдет. Ну, там маленечко падает. Они практически на большом дереве несъедобны. Я использую его, продаю семечки, как подвойные. Не вкусно. Хорошо, да? Приживается к нему. Да, хорошо. Почему? У него два родителя. Один французский сорт, а второй вот та же самая уссурийская дикая. Вот. Но на молодом дереве они такие сочные. Их едят ведрами на молодом. А этому дереву 25-30 лет. Вот. И, к сожалению... У него в крови благородный француз. Раз. И второй вот сюда пойдем. И второй, значит, уссурийская дикая груша. Поэтому у нее тоже разброс большой по качествам. Надо угадать, чтобы сладкое было. А у меня там второе дерево сладкое. Угощу. Так, смотрите сюда. Так. Михалыч, дай пару груш. Берите. Имей совесть. Угощайтесь. Нарядная Фимова, мировой лидер. А, вы уже взяли такую. Крупность. Вот. У них тоже... Средняя, да? Это средняя, да. Когда большой урожай. Посмотрите. Ну, тут уже остатки. Я же всех угощаю. Вот. Так. Бывает крупнее. Бывает крупнее. И вкус разный. На разных деревьях разный вкус. Почему? Прививка на ту же подвоенную уссурийскую дикую грушу. Отсюда разброс. Честно говоря, никакой. Он такой... Я его использую на семена. Вот. Вот. Да. У нее есть одно качество. Она, когда растет в тени. Видите? Угу. Он не набирает сахара. А я вынужден садить под самый забор. Видите? Потому что у нее места мало. У меня часть деревьев к соседям переваливаются. Угу. Вот. Они собирают сливы, абрикосы, груши мои. И не ругаются. Что это? Деревья прям плотной. Видите? Вот смотрите. Вон они. Прям плотной. Пойдемте дальше. Так. Налево пойдешь. Коня потеряешь. Так. Опять груша крупная. Очень крупная. Вот эта. А это память Яковле. Я вас хочу с молодого дерева угостить. На солнечку. Прямо очень. Шикарный груша. да ради бога видите что такое мало места в одном метре растет мощная черешня вот смотрите слева груша справа черешня между ними метр это значит что в стране для нас земли нету а ну все вы уже груши не хотите а самая лучшая груша впереди а это сувенир востока попробуйте в этом году в этом году жалуются это мои друзья кто выращивать с моей подачи когда-то черенки к ним пошли вот что них нет сахара пойдет ну пойдет а это считается один из мировых лидеров тоже это китайский сорт сегодня востока они обычно два раза крупнее и слаще но при этом то крупности уже шикарно но это для вас а для вас это мелкий вот это вот китайская слива я называю красно-синие вот она посидела попробуйте это самая подвоенная из подвоенных то есть у меня весь львовый сад и чиры и эти самые венгерки и китайки китайские и все и русские и все на ней все на ней и это удачнейший удачнейший подвой мотайте на ус иначе бы не было бы этого сливого сада вот видите вот это венгерка привез украины пойдем может быть найдем вот большая это сорочинская а там дальше богатырская давайте его он что-то упала может уже переспела посмотрите вот вот а вот еще одна а вот еще одна тоже жалко это вовремя приять надо а зато какие приросты дает тоже калечу тоже калечу а куда денешься так пойдемте а это то самое это мой рекордсмен из рекордсменов жердель с украины привил на банджурский абрикос а мы прошли это на братом пути тогда вот 40 ведер собрали вот сейчас все заросло и тысячи костик густым слоем лежат вот тут вот собрать все не смогли свидетели телевидение пойдемте вопрос интересно задали я на него отвечаю сходу вот здесь посмотрите с какой густотой вот эти деревья десяток абрикоса выпили на видеть а какой они давали урожай мы собирали собирали да вот они сотнями лежат сотнями а теперь смотрите вы спроси да а теперь смотрите вы спросили про всхожесть глядите сюда там даром 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 вот тут где не стали косить вот 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 сюда глядите сюда глядите здесь лучше это вот они грядой да 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 мощь какая да согласны вот везде они а представляете что если бы не косили вот или вы за ними немножко ухаживали здесь их не тысячи дней десятки тысяч а это она посажена этой весной перерос так побрезговали не купили я сказал себе серёга говорит ну сейчас в эту году в рублю выкашу я сказал нет вот убрал вот эти абрикосы вот такие вот вот такие вот ведь он уже доживает человек смотрите вверх огромные урожая но вот так и на их место посадил то есть это посадка этого года и а для посаженной он вроде бы хороший дарит просто дал смотрите но все-таки пересадка перероская трехлетка дала того что он все-таки здоровья не хватает его грызут его грызут вот у меня также вот за год вырастает вот вот такая толщина вот такой примерно ну тут естественно не палит ничего сами все растут их понемножку это юля продает юра сергеевна так их потом пересаживают и как корни собственные они сами да вот мы уже и к будущим питомниководов не грех посмотреть на питомник и уже дойдем за последний груш вот это это выкапали для вас видите я бы вопрос тогда самый главный ставится горшок засыпается землей потом ложится косточка либо уже где-то выкопаны два варианта если у вас сотня косточек вы их стратифицируете все на ваших глазах к весне часть просто это в холодильнике и проросшие садите в горшок сразу и растите дальше в горшке один вариант так значит второй вариант сейчас я вам покажу его пойдемте сейчас покажу второй вариант да пойдемте там угощать буду да пророщенная косточка она почти наверняка даст уже нормальный побег поэтому горшок подготовленный весной садите и все и растет уже в горшке а дальше вы можете вырастить корни собственные потом пересадить на постоянное место а можете прям горшке привить вот смотрите видите лес это всходы этого года и ведь не скажешь что сильно мощный но все равно к весне посмотрите они уже могут быть нормальные но смотрите их никто не поливал правда дожди поливали а здесь получается такая градация вот эти вот были посажены по сертификации они поменьше смотреть вот а те которые рискнули посадили именно осенью да смотрите сюда видите все через месяц они товарные это по осень они мощнее они вовремя раньше про пассажа носит они проснулись вместе с природой а те проснулись как попал попозже попозже ждали пока земля тает пока с холодильника видите разницу то есть нужно обязательно сделать два варианта одни 2 2 2 корзины с яйцом да да еще вопрос а вот привитие еще такого вот а вот с вашей сливой привод венгерки вашу вот они вычисать сорочинская вот то самое что а нет я вас угощал этой грацией ну неважно у я заметил что косточки именно косточки когда она прорастет рано и в горшочек и и садил ну ну только в открытую теплицу ставил не даже закрывал они их обгоняют два раза и также зимуют хорошо но обгоняют два раза ну где которые проснуться пойми понятно идем сюда значит последние мел бы все все посадили хороший сергей вас угостил вот а сейчас ко мне красноярская приезжает да тос та самая елена савини знаете я уже знаете я бы раскручиваю если ученые которые это дружи с нами ну давайте так вот показываю вот они уже набирают этот самый товарный вид вот шикарная теперь так то и в ваш руке такие же так сергей же это собирал другого дерева теперь идем сюда давайте полюбуемся вот это вот осеннее московское вот и им давайте правах наконец упали давайте поднимайте пробовать будем упали значит нет не все я вчера пробовал на дерево не твердо видите но он может поднимать поднимайте любую шикарная груша маленько уже мягко так вот память у меня это память яковлева вот помните я говорил смотрите мне вот такие вот почки вот перпендикулярно поперек вот они отличаются а а вот вам осенняя московская на кстати одна из считается вкуснейших попробовали очень точно смотреть глаза глаза шикарно это же мои первые пятерки вот а московская осенняя я все расщупал надо было город вести угощать твердое как камень ну согласитесь что это плюс посмотрите какие приросты вот теперь еще вот это специальная форма обрезки которые я посмотрите везде туда посмотрите это вы видите я вам и всем объясняю это маточный сад еще вы где гуси показать вот сварок сварок водите сварок вода жертву смотрите видели сколько у нее веток не поливаю не удобряю и опрыскиваю вот и все да вот это склон я снимал почему потому что вот здесь вот у меня растут самые шикарные абрикосы они тебя такая да 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 видите холмов нету а вот это как раз тут примерно был бы у меня больше склонов ну спасибо вы прикупили эту часа куда забор не снимали прикупил эту часа и вы правильно говорить я же не болтун прошло 45 лет да я к ним не подходил с тех пор и ничего не делал пока а два последних года плодоносит уже четвертый пятый год вот и какие шикарные плоды вы тоже донавидели так кондель орловской наступили вот пробуйте для меня это новичок новичок да не помню был ли у нас он списке а можете он и не я даже за привалом нет я бога как яблоко так а пойдем посмотрим нет вы видите где вы видели не вижу маленького а вот это так это у меня ну давайте подойдем похвастаюсь так ну-ка еще еще снимает а закачивать снимать а это нет нет мы его не подпадем тех хвататься буду розмарин у нас у вас такие будут а это мелба да согласитесь чудо так вот на том дереве это квинти они они немножко отличаются можно они немножко отличаются вот каком с каком смысле еще шикарней вот этот но но вы знаете такой шикарный разве хоть бы один прошел мимо я вот смотрите любуйтесь вот это да и еще зачем пойдемте а и вот наступили наступили времена смотрите какие шикарнейшие считается мировой лидер и смотрите сюда вот может найдем еще